И студентов бизнесмены. Мастер-классы для молодежи с последующей практикой и перспективой трудоустройства в разные компании города совершенно бесплатно проводят во Владивостоке. Проект Двига Скул планирует выпускать молодых специалистов, которые будут распространять правильное понимание о маркетинге и предпринимательстве. Подробнее об этом прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Марина Костина, руководитель проекта «Двига Скул». Здравствуйте, Марина. И Алексей Комиссаров, основатель проекта «Двига Скул». Здравствуйте. Добрый день. Ну, я думаю, что для начала стоит рассказать, что же это за проект такой, как он появился. Нам интересны все подробности. Хорошо. «Двига Скул» — это образовательный проект, платформа, где встречаются студенты, школьники старших классов и предприниматели. То есть действующие практики, предприниматели, которые делятся своим опытом со студентом. То есть делятся именно такими лайтовыми вещами, которые не для своего уровня, не для бизнеса, в общем. И таким образом бесплатно абсолютно дети и ребята получают такую информацию, приходя к нам в проект. Так. Идея, как правило, возникает с какой-то целью, и тем более, если это касается такого проекта, как «Двига Скул». Расскажите об этом. Почему она возникла? Да, вообще идея, она возникает обычно, как это, любой стартап возникает, да, он возникает из потребности основателя этого стартапа. Чаще всего смотришь на рынок, если потребность не закрыта, она у тебя есть. То есть, назовешь вопросы вокруг, есть ли эта потребность сформирована еще и в окружающих, то их, ну, ты понимаешь, что в принципе, значит, дело может быть интересным. Так и получилось. У нас в основном бизнесе есть потребность в молодых сотрудниках, да, в молодых кадрах. Постоянная боль в поиске этих кадров, а более того, к сожалению, образовательность системы выстроена таким образом, что когда они выпускаются из университета, их здания устарели еще до того, как они пришли в этот университет. Соответственно, их приходится учить, и пока ты их учишь, а они там денег просят же, все хотят есть. Ну, и появляется потребность в формировании какого-то пула сотрудников, которые потенциально могут тебе в компанию строиться при том, твоей динамики развития. Ну, и более того, это потребность есть у всех там в окружении моем, да, из бизнеса. Отсюда и появилась идея, что нужно взращивать студентов, взращивать в них понимание о качественном там маркетинге, дизайне, в соцсетях, ну, то есть, о всех сферах диджитал маркетинга, да, и не только и бизнеса, и перепрямаясья в том числе, чтобы потом, когда они выходят из университета, у них какое-то было, ну, более сознательное отношение к этому всему. Насколько я знаю, вы хотите изменить представление о маркетинге на Дальнем Востоке? Давайте на эту тему немножко подробнее поговорим, потому что действительно есть проблема, и хочется с ней бороться, и вы как раз те люди, которые это сейчас делают. Я бы сказал, что есть боль, а не проблема, потому что действительно мы, когда только затевали это маркетинговое агентство, да, мы сформировали свою миссию. Ну, миссия, что должно быть великое, что тебя двигает вперед все-таки, да, там, в твоей рутине, чтобы ты понимал, ради чего ты все это делаешь, не ради же денег, по большому счету. Деньги там можно где угодно зарабатывать. Мы сформировали, да, как изменить представление о маркетинге в ДВФО. Год проработали, поняли, что там силами своими это, ну, наверное, две жизни нужно, чтобы это сделать, а может и три. Мы запустили сначала образовательный проект для предпринимателей, потому что подумали, что давай мы будем рассказывать, транслировать наши ценности, идеологию, и они там поймут и начнут своих заказчиков, подрядчиков, не обязательно, чтобы они шли к нам, тоже задавать такие же вопросы, что, а вот надо даже по-другому делать, мы слышали, и подрядчики начнут тоже подрастать. Соответственно, весь рынок подрастет. Прошел год, мы опять сели на стратегическую сессию, поняли, что этого года было, то есть, жизни две, наверное, не пройдет, но полторы. Мы поняли, что нужно двигаться дальше, нужно еще ниже опускаться на уровень, это как раз вот молодые специалисты, которые будут выходить из университета и идти к этим подрядчикам. Новое поколение. Новое поколение, да, и более того, сейчас достаточно интересная динамика с охватом, да, то есть, там, за последние три месяца, это около, там, 200-300 человек мы смогли охватить и им донести вот эти ценности и убеждения, которые мы сами живем, ориентируясь там на западную. Тренды на, к сожалению, да, там, на Штаты, то есть, вот, можно вот так, и ребята говорят, классно, теперь мы знаем, как можно. Алексей, колледж, мы сегодня заговорили о проблемах, я думаю, что, может быть, для кого-то из наших телезрителей они не очевидны, давайте их озвучим. Что, собственно, мешает делать качественный продукт сегодня в различных сферах абсолютно? Продукт, я, продуктам, я понимаю, очень много, как вы понимаете. Ну, как всегда, две составляющие, собственно, заказчик и подрядчик. Низкая уверенность и заказчика позволяет подрядчику выполнять низкого уровня качества работы. Низкая подготовленность подрядчика позволяет заказчику говорить, что это все плохо, вот надо вот делать вот так, вот такая реклама, это тренд, но на самом деле это не так. То есть, понятия о том, как нужно продвигать бизнес, они устарели уже сегодня у нас в стране, к сожалению. У нас в Владивостоке. Во Владивостоке. Я бы, да, вот в Владивостоке точно, нет, есть на самом деле действительно толковые ребята, которые в Владивостоке делают хорошие проекты, и мы с ними дружим очень классно, их, к сожалению, немного. В Владивостоке действительно находится очень далеко от центральной части России, бюджеты здесь вообще не такие. Ну, то есть, мы не можем реализовать те вещи, которые реализуют на Западе, потому что здесь, ну, банально нет бюджетов. А бюджет, который приходит, чаще всего, если это федеральные деньги, федеральные заказы, то они чаще всего уже решены там с Москвы, да, и здесь просто там какой-то маленький суподрядчик еще. То есть, нам даже нашему рынку не на чем, не на ком научиться тем технологиям, которые есть на Западе. Но это не значит, что мы не можем брать по кусочкам от технологий, по кусочкам их внедрять, ну, и создавая там через какое-то время общую картину просто из разных заказов, из разных проектов. Поэтому Владивосток, да, он, к сожалению, пока что такой в аутсайдерах в России. Вот, если не ошибаюсь, вы сказали выше, что за несколько месяцев 200-300 человек, да, уже успели подготовить. Это достаточно много, тем более сфера-то не самая простая все-таки. Бизнес, это, мне кажется, к этому даже как минимум талант нужно иметь. Действительно, так охотно идут студенты, действительно, возможно, за такой короткий срок развить человека, подготовить его. Расскажите об этом немножко. Да, достаточно много студентов к нам обращаются. Даже не то, что обращаются, они хотят научиться. У них есть в этом потребность, они приходят на мастер-классы. Мастер-классы мы сейчас проводим пока своими силами. Там Алексей у нас выступает спикером, спикером выступают там партнеры компании Двиги. И, соответственно, у нас дети хотят этому научиться. То есть в институте то, что их учат, это уже неприменимо. То есть они будут и уже 5 лет, как эта информация вся устарела, которую они все выучили. Вот, поэтому, соответственно, на самих мастер-классах они узнают, что такое бизнес, на чем он строится. И, в принципе, что из этого они могут применить в дальнейшем. То есть каким-то теориям, таким общим понятиям они учатся. На самом деле я даже часто, разговаривая с собственником бизнеса, других отраслей, как я сказала, Марина, наших партнеров, задаем вопрос, а вы работаете со студентами? Ну и немного компаний действительно говорят, да, мы работаем с студентами. Ну и опять же вопрос, как я вчера кому-то сказал, говорю, не ломайте жизни студентам. То есть с ними тоже нужно правильно работать, то есть ты не можешь прийти им, что-то пообещать, там не сделать, у тебя должна быть система. И вот это у вас основная проблема, что люди не выстраивают какую-то систему, у них нет ее. Ну то есть даже какие-то проекты, которые мы там видим, мы видим, но не студенты, да, мы понимаем, что там нет системности, нету понимания там эволюции сотрудника, ну не сотрудника, а там либо волонтера, либо самого студента. И они не транслируют у студента. То есть такая, ну, происходит хаотичное какое-то такое броновское движение. К чему это приведет? Вопрос. Зачем это нужно? Вопрос. Так, если заметить, то есть я вижу в студентах огромнейший потенциал, и более того, я там сам, когда был студентом, я уже работал, там летал по России, вел переговоры там с федеральными сетями, да, и учился на очном в университете. И я, ну, я все думал, наверное, таких студентов там единицы, мало таких людей. У меня сейчас там мой помощник, ему 20 лет, он пришел ко мне в 19, и он ведет переговоры на уровне топ-руководителя, они рассказывают ему, как у них устроен бизнес, и он дает им советы, как лучше устроить бизнес. Конечно, я этого учил ему долго, да, но сейчас он это делает, ему 20 лет. Ну, то есть, о чем можно говорить? Таких студентов очень много, просто их почему-то недооценивали, я не знаю, почему это, ну, как-то вот, есть предложение, а люди не хотят на него смотреть, я вот этого немножко не понимаю. Чтобы вы понимали, сейчас извиняюсь, за чтобы вы понимали, сейчас в Двиги-Скул все сайты, соцсети, видео, фото, презентации, все делают студенты. Конечно, мы их учим этому всему, но они способны создавать, ну, там, хороший, неплохой продукт. И они находят на это время, они находят силы, да? Да, конечно. Им это нравится. Очень нравится. Знаете, вопрос времени, это такая очень приукрашенная история, нету времени, существуют только приоритеты. Если у них лежит это в карте приоритетов, и они понимают в этом ценность, то время всегда найдется на все. А студенты абсолютно разных специальностей приходят? Абсолютно разных. К нам ходят, как и там с кафедры инноватики. Строители. Строители. Ну, и маркетологов, кстати, вообще нет. Вот прям парадокс. Ну, они есть, но они как-то... Да, они как-то, в общем, в своей какой-то жизни живут пока что. Расскажите чуть подробнее о тех, кто, собственно, дает, ну, помимо вас, понятное дело, да, эти мастер-классы. Это, как вы уже озвучили, так понимаю, бизнесмены, которые уже понимают в своем деле, да, что-то, как минимум что-то. Вот расскажите об этом, и вообще, как проходят эти мастер-классы, как строится обучение в школе. Ну, я могу рассказать про непосредственно спикеров, да, Марина больше расскажет про процесс весь. То есть, очень важный момент, как-то я очень ко всему притязателен, я сам прохожу много обучений, и мне многое не нравится в этих обучениях, которые, естественно, которые в Володой Стоке проходят там еще больше, но даже которые в Москве тоже много не нравится. И поэтому, естественно, создавая свой продукт, я смотрю, как делают эти люди, и мне это не нравится, и не хочу делать тех же ошибок. Основная штука в том, что есть спикеры такого очень космического полета, то есть они очень крутые, они там миллиардеры, миллионеры, у них очень крутые корпорации. Ну, и вот такой спикер тебе приезжает в Володивосток и говорит, ребят, самое важное, что вы должны знать в рекламе, самое важное, всегда, я повторяю, всегда, открывайте свою точку возле метро. Которого у нас нет. Спасибо, это был ценный совет, но метро у нас нет. Внимание, момент. И вот эти разговоры про, значит, мы начинаем всегда собирать себе команду, минимум из 20 человек, таким образом 5 миллионов и потратить сюда, 10 сюда. Ты говоришь, у нас нет таких бюджетов, о чем вы говорите, можно чуть попроще, ну по приземлению, контентик. Вот нам вот десятка есть, как ее попилить. Вот, и то с визы мы ей оплатили, да. Вот как раз здесь важный момент, что я стараюсь со спикерами общаться именно в этой концепции, что есть студенты, им давай попроще, им дай вещи, которые они могут завтра же использовать, сегодня же использовать, им понятные вещи. То есть надо им рассказывать там про какую-то орг структуру, где есть там подразделения, субподразделения, там проще, приземлились. Если спикер это сделать не может, к сожалению, мы с ним не работаем. Кем бы он ни был, да, каким бы. Да, то есть я говорю, ты можешь там рассказать, ты можешь рассказать про какой-то космос, да, но вот в формате какого-то космоса это отдельная будет история. Второй момент, мы на все, на все мастер-классы мы готовим презентацию. И презентацию у нас, все это отмечают, мы стараемся протягивать этот стиль, или стилек, ну, как его можно назвать, с юмором. То есть у нас презентация вся с юмором, у нас всегда там есть определенная фирменная идентика, то есть там бренд, логотип, все это мы тоже сделали, все не просто какой-то проект на коленке собраны. Вот, и студентам нравится это. То есть там какая-то смешная картинка, стекни какой-то тизер, и человек рассказывает, то есть нету клепарта, нет, ну, вот эти вот человечки, пожимающие друг другу руки, да, там, или мексиканцы, улыбающиеся головой с улыбкой. Этого всего нету. Ну, то есть мы стараемся стиль показывать людям. Опять же, через это мы транслируем ценности, как должно быть. Изначально, на дабс, на самом деле, да. Да, он, он, идя на какое-то другое обучение, он понимает, что вот я был там, и там чуть получше даже, чем у вас, а у вас выше там корпорация или что-то еще. Поэтому контент, стиль и, самое важное, формат преподнесения. То есть у нас есть там такая, как-то фраза, вот во всей этой образовательной платформе, что сложный контент нужно преподносить легко. Это значит, что должны быть интерактивы, должен быть юмор, то есть не все спикеры способны там на интерактив, мы помогаем им раскрыть это. То есть там, а давайте, допустим, здесь опрос, там, раз, студенты что-то потыкают, да, ну, встряхнут мозг, а давай вот здесь там пошутим, а давай вот здесь расскажем о это, давайте покажем кейс. То есть мы работаем с каждым спикером, не просто вот там, давай, иди рассказывай, а что Брусов сказать, да, неважно, нам главное трафик нагнать. То есть мы прорабатываем сначала со спикером, огромную работу проводим, а потом уже он выступает на площадке. Как часто проходят эти мастер-классы? Именно в Двигаскул? Да, именно в Двигаскул. Двигаскул у нас проходит раз в месяц. То есть вот сейчас мы планируем с апреля пятинедельный курс с самого нуля, как построить бизнес. Ну, то есть вот они приходят, и спикеры им рассказывают. То есть у нас там один из спикеров заявлен, там Алексей, есть у нас еще SEO Coffee Machine Владимир Харченков. Ну, и на данный момент мы рассматриваем еще варианты участия других спикеров. То есть мы общаемся с бизнесменами, мы выстраиваем какой-то определенный пул, за счет которого мы сможем транслировать это и весь этот курс построить. Там будут домашние задания, там будут обратная связь для студентов. И по итогу этого курса будет построен, то есть какой-то бизнес, да, какой-то проект, он будет выстроен. Ну, то есть упакован, двигает, при помощи там всех спикеров, да, при помощи, то есть наших инструментов уже внутренних. Мы проводили такой курс летом, как раз у нас была возможность выступить и в этом году, и в том году, но в этом году мы более основательно подошли к этому. В рамках двигать скул мы проводили ВДЦ Океан, вот лагерь, да, детский, 13-15-летние дети, мы им рассказывали от и до, вот как раз по вот этим темам всем. Там, конечно, было еще попроще, да, там, где взять денег, там, у мамы, да, ну, то есть там не было фондов и тому подобное. Но это правильно, это адаптация под возраст ребят. Конечно, конечно, я продумываю, продумываю, какой возраст, продумываю там, как, и более того, опять же, вот школьников тоже не заоценим. То есть я, когда показывал эту программу, они говорят, блин, ну они поймут, по окончанию курса два человека, 15-летних, запустили свои, ну, не зовем это бизнесом, но проекты, коммерческие проекты. В конце курса, на последнем занятии, я лично делал им сайт, вот там на Тинде собрали, запустили Инстаграм человеку, то есть и у него пошли деньги в 15 лет. Ну, что говорить о студентах, конечно, там гораздо больше возможностей, конечно, там, то есть в ДСЭКе он разъехался по всей стране, да, а здесь ребята остаются, они могут выступать вместе с тобой в коллаборацию. Более того, у нас предусмотрена история с развитием стартапов, то есть даже сейчас вот за три месяца у нас, получается, человек одного устроили непосредственно к себе в двигу, еще одного человека, он пошел в другой бизнес и с еще двумя людьми запустили стартап. Три месяца. То есть стопроцентный результат налицо? Ну, не стопроцентный. Не стопроцентный? Не, ну, результат за два месяца это результат. Если сравнить ситуацию, допустим, с практикой обычной, да, для студентов, это стопроцентный результат. Ну, да, у них мозг просто раскрывается поразительным образом, да. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о проекте Двига Скул. Мы остановились на том, что рассказывали о совместной работе бизнеса с подрастающим поколением, со студентами. Мне бы вот хотелось узнать, насколько все-таки охотно во Владивостоке, совершенно бесплатно, бескорыстно, люди готовы, люди занятые, да, в первую очередь, со своими делами, готовы читать, давать эти мастер-классы, работать со студентами, развивать их. Мне кажется, далеко не каждый на это пойдет. Ну, на самом деле, в этом есть спрос, да, то есть бизнесменам нужно делиться информацией с подрастающим поколением. Мало того, что они делятся этой информацией, они еще транслируют то, что они умеют в своей компании. Таким образом, студенты проникаются к их компании, и в дальнейшем они могут рассматривать их как будущего работодателя. Кроме того, они там предоставляют какую-то информацию, да, именно студентам для того, чтобы они, может быть, применили это в своем стартапе, в своих каких-то начинаниях, чтобы они сформировали, в принципе, вектор, куда они дальше будут расти. И на данный момент, ну вот, мы ведем разговоры со спикерами, которые будут участвовать там в курсе и на будущем мастер-классах. И достаточно охотно, ну, из 100% встреч, с кем мы там проводили, да, все 100% согласились. То есть нет таких, которые сказали бы, ну нет, мы не пойдем, нам это неинтересно, это стоит денег. Ну, просто мы еще не займем неадекватным. Такой лайфхак маленький. Да, то есть это все практикующие бизнесмены, достаточно успешные, известные в нашем городе, и им ценно делиться своим опытом с подрастающим именно поколением. Потому что для них же это, опять же, впоследствии будет определенная польза и толк, правильно? Ну, еще есть такой немаловажный момент, что хочешь освободить голову для чего-то нового, высвободи старую информацию. То есть выдаешь эту информацию, освобождаешь голову сам, когда делишься проникающими-то инсайтами такого, почему я это сам не делаю, что-то рассказываю, я сам не делаю, понял, буду делать. Знакомая, да, история, есть действительно такой закон, закон пустоты, да, наверное, немножечко и здесь работает. То есть у многих людей совершенно действительно реальная потребность просто даже есть выговориться, да, поделиться этим опытом, и вы с этим сталкиваетесь. Мы с этим сталкиваемся, и не всех к этому допускаем. Не надо ломать жизнь студентам. Но это здорово, опять же, у вас есть некий кастинг, это замечательно. Я знаю, что есть еще история в проекте с практикантами, а есть еще волонтеры. В чем разница? Расскажите об этом. Да, ну так, если пойти чуть-чуть, вернуться чуть-чуть назад, да, двигаться скул, это образовательная платформа для студентов, для всех. То есть сейчас мы проводим для студентов мастер-классы, студентам это нравится. Дальше мы говорим, если вы хотите, вы можете, вот все, что вы сейчас видите, все делали студенты, и он снимает на камеру студенты, вот фотографы студенты, вот эту презентацию делали студенты, все это организовывают студенты. И есть еще другие мероприятия, которые тоже организуют студенты, то есть на практике вы начинаете больше узнавать. Кто-то из этих слушателей захочет стать волонтером, они идут к нам, становятся волонтерами. И вот волонтеров мы уже учим более детально, более предметно. Волонтеров бьем на группы, то есть ты можешь быть в одной из групп, ты можешь быть во всех группах одновременно, то есть такая проблема есть у студентов, он не знает, кем он хочет быть. И чтобы понять, кем он хочет быть, он должен попробовать все. Мы ему даем такое же множество. У нас есть студенты, которые занимаются SMM, занимаются сайтами, занимаются проект менеджментом, занимаются организацией мероприятий, занимаются всем. И потом он говорит, что я все попробовал, мне нравится больше проект менеджмент. Что дальше происходит? Они приезжают к нам в офис, непосредственно в Лигу приезжают, и сотрудники нашей компании уже начинают с ними делиться опытом, уже начинают им, у них свои презентации, они начинают им рассказывать как-то в большом мире, как на самом деле это происходит. То есть тот же самый проект менеджмент, мы им рассказываем, что такое диаграмма Ганта, мы учим их оборудовать в битриксе, мы учим декомпозировать задачи, принимать, ставить. То есть мы учим тому, чем в универе вряд ли тебя научат, ну потому что мы это показываем на наших сервисистемах, на наших проектах. То есть прямо вот предметный опыт, который они получают. И вот это, мне кажется, самое ценное для волонтера, что может быть. Более того, дальше уже, когда мы видим, что волонтеры толковые, мы начинаем там какую-нибудь работу, например, из сдвиги, мы говорим, слушай, сделай вот это. Он делает, мы раз, деньги заплатили. Сделал вот это, он делает это. Кто-то из волонтеров говорит, мы хотим практику у вас пройти. Ну естественно, там практику проходит, мы их даем. А кто-то хочет пройти практику, но ему не подходит наша специфика бизнеса. Ну то есть он вот как с инноватикой, да, я хочу на инноватик, у меня инновационная деятельность, есть у вас что-то. Вот тогда появляется какой-то партнер, там, какой-нибудь с инновационной деятельностью, и мы туда отправляем человека, он говорит, классно. Поверяется еще, еще, еще. То есть бизнес-тусовка, она же, ну город маленький, они все друг друга знают, соответственно, мне не составляет сложности там открыть WhatsApp, написать кому-то у меня есть волонтер, не волонтер, практикант, может у тебя пройти практику. Чем будет полезен? Скидываю, тот скидывает. У практиканта никогда не будет возможности написать генеральный директор этого бизнеса, но никогда. Максим, когда он пойдет, там, к офис-менеджер, там, позвонить на какой-то телефон, а у меня есть такое возможности. Более того, даже если будет, может быть и побоится, да? Ну конечно, да. И почувствовать в себе силы, это тоже очень знакомая проблема, сажали. Да, 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 так мы даем такую возможность, это тоже важно. Хочется внести прям стопроцентную ясность сейчас, объясню почему. В городе проходит, вообще не только в городе, у нас сейчас такая тенденция, огромное количество на абсолютно различные темы мастер-классов, к сожалению, зачастую бесполезных. Мы об этом тоже сегодня немножечко говорили. Может быть, да и спикер-то хороший, но неприкладной этот мастер-класс для города Владивостока, никак его не используешь, эти знания не используешь. Вы даете отличную возможность, да, мы выше рассказали, что к чему. Это абсолютно бесплатная школа. Студенты практикуются. Наверняка вам могут задать такой провокационный вопрос. А не делаете ли вы это ради того, чтобы бесплатную рабочую силу иметь, да? Ну, давайте внесем здесь ясность еще раз. Что, как, почему и какова перспектива для этих студентов, которые приходят в двигатель. А могут вам задать неудобный вопрос из одного я, да? На самом деле нормальный вопрос, абсолютно. Мы тоже над ним размышляли. Я думаю, что здесь больше идет речь о какой-то взаимовыгоде, взаимной коллаборации. Более того, я скажу честно, я когда подбиваю расходы мои, а там Марина подбивает расходы свои на проект Двига Скул. Это мы рабочие силы. Честно говоря, да. Я задаюсь вопросом, вообще зачем все это нужно? То есть я вижу в этом очень долгосрочные перспективы. Немного компаний Владивостоки на самом деле видят, ну, играют в долгую. То есть многие играют в короткую. Там взяли проект, сделали, взяли проект, сделали. Я думаю, что такая вот долгая история, которую мы сейчас затеяли, и если от нее не отступать, то через год, через два она действительно поменяет здесь какое-то представление. Она и приведет к развитию маркетинга. Да, она и приведет к развитию маркетинга. Более того, я буду искренне рад, если эти студенты станут нам конкурентами. Это будет супер просто, если они там с нашей идеологией пойдут на запад, начнут там учиться. То есть это же очень круто, когда конкуренция растет, весь уровень растет, у людей становится там качество жизни растет. Ну, это просто супер. Вот, поэтому я думаю, что здесь больше о взаимовыгоде какой-то, но по-честному сказать, наверное, тяжело студенту оцифровать твое время и перевозить его в деньги. Мы же считаем, ну, там, я непосредственно считаю каждую минуту своего времени, и я знаю, сколько она стоит, и я вижу какие-то затраты. Сотрудники Двиги, они учат ребят по субботам, по воскресеньям. Их никто, им за это деньги никто не платит. Тем не менее сотрудник сам видит наш проект, и он сам хочет тоже делиться знаниями. Для сотрудников это тоже для меня классная штука, что они структурируют свои знания. То есть все мы варимся в своей какой-то каши, варимся, варимся, потом тебе рассказывай, чем занимаешься. И же, ну, я много чего делаю. Ну, расскажи. И ты начинаешь вот что-то непонятно говорить. Когда тебе говорят, ты будешь выступать со своей лекцией даже для волонтеров, там, 12, 15, 20 человек, он уже подходит так, а что же я делал? Ага, вот это, а как это делал? Вот так. И сам для себя, получается, открывает какие-то новые для себя грани. Это ведет к развитию сотрудников. Вот, так что здесь, я думаю, вот такая коллаборация, всем это интересно, всем это важно. Мне в долгую с волонтером, там, участником в короткую, выходя на рынок с такими знаниями, я просто даже боюсь представить, вот мы сейчас ищем людей, да, я боюсь представить человека, там, 19-20 лет, который в резюме написано. Значит, умею, иллюстратор, фотошоп на профессиональном уровне, значит, знаю битрикс, декомпозицию, там, ганта знаю, там, не знаю, тайм-мэджинг-то был. И у него вот такой вот список того, чего он научился в DigiSchool. Ну, сколько такой будет человек стоить? Он будет стоить, наверное, даже дороже, чем какой-то среднестатистический маркетолог. Который действительно умеет все это делать, более того. Ну, это не точно. А вот тот умеет, да. А вот, на основном, наш студент умеет. Я про вашего студента. Да, 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 то есть их ценность вырастает просто колоссальным образом. Это очень круто. У нас остается буквально немного времени, и мне бы хотелось, чтобы, наверное, вы пригласили, это будет логичным в конце нашей программы, озвучить, куда можно обратиться, да, студентам, которые наверняка уже захотели прийти к вам, поучиться действительно тому, что они смогут впоследствии использовать в своей жизни и получать достойную зарплату за это. Ну, у нас есть аккаунты в Инстаграм, ВКонтакте, там, в Фейсбуке, есть сайт Двиги, да, есть там сайт Двиги Смарт, это общий зонтичный бренд, где у нас есть анкета волонтера. То есть любой студент может пройти в любой аккаунт абсолютно. То есть, Двига, там, нижнее подчеркивание, старт, либо Двига Скул, нижнее подчеркивание, и, соответственно, там в шапке профиля висит сама регистрация. То есть проходит регистрация, регистрируется, автоматически попадает к нам, на следующий день, он попадает в общий чат. На самом деле, так, напоследок, да, как вы говорите, в принципе, достаточно там не жить в пещере, чтобы узнать, что такое Двига Скул. То есть у нас есть YouTube, мы снимаем там кучу роликов, у нас там статьи какие-то выходят, еще что-то, то есть мы, так как мы занимаемся маркетингом, мы понимаем примерно, как нужно заниматься продвижением даже образовательных проектов. Поэтому, в принципе, ну, не найти нас достаточно сложно. Более того, у вас ведь есть офис на территории DWFU, что очень удобно, я думаю, для студентов. Да, все верно, есть еще и офис 808 на DWFU в корпусе А. Это тоже студентам очень удобно приходить туда и работать. Спасибо вам огромное за разговор. Отдельно спасибо за то, что вы делаете, пытаетесь сломать стереотипы о бизнесе во Владивостоке и помогаете студентам развиваться. Спасибо. Большое спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова